Ракета Р-7 вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник Земли. Он совершил 1400 оборотов и просуществовал капиталистический мир, 92 суток. Газеты публиковали время прохождения. Только через ней 4-5, те, кто все это создал и делал, осознали, что действительно цивилизация земная ныне расковалась по своей истории на до и после. Первый пуск – неудача. Второй, третий тоже. Маршал Неделин предложил снять ракету с испытания, отправить на завод и запустить по готовности. И одна из феерсов, которую некоторые люди начали снять, когда они увидели спутник и слышали об этом, это, что если Советские смогут поставить сателлит на наших головах, они могут, наверное, привести к нам на наших головах. И для первого раза в истории американской истории, наши настоящие океаны не будут защитить нас. Ну, это не заглавный титр такой вещь. Пытались кричать. Наши успехи в покорении космоса заставили капиталистический мир манки. Конечно, спутник сыграл огромную роль самим фактом появления, что он физически уцелел и что он давал вот по этому радиосигналу. Оказывается, это не просто бип-бип пропагандистская, а по изменении сигнала знали состояние атмосферы, ионосферы, магнитометрические были измерения всевозможные. То есть, он в плане науки дал первый шаг. Я думаю, что эта нация должна быть предоставлено для достижения, до того, как эта декада выйдет, наступать человека на небо и вернуться его безопасно в Европе. Такого уже понятия явного нет, конкуренции, борьбы. Есть совместная работа. Поэтому, я думаю, когда начнется движение дальше, ну, опять к Луне, назад к Луне, это совсем другое дело. На Марс в одиночку, я думаю, что ни одна страна не в состоянии полететь. Поэтому, если будут какие-то программы, связанные с Марсом, это должно быть делом всего человечества. Спасибо.